Священники, сотрудники и осужденные следственного изолятора в спортивной форме. В Санкт-Петербургском сезон номер один, известно больше как «Кресты», состоялся необычный футбольный турнир. Матч приурочили ко Дню работников в тюрем. 31 октября они отмечают профессиональный праздник. На сегодняшнем мероприятии у нас участвуют три команды. Первая команда – команда священников. Вторая команда – команда сотрудников следственного изолятора. И третья команда – команда осужденных, отбывающих наказание в средственном изоляторе. Футбольный матч открывает встречу священнослужителей и осужденных. Судейский свисток берет Сергей Мегицко, народный артист России и большой любитель футбола. Приглашенный гость большим интересом следит за ходом товарищеской игры, честной и тактичной. Настоящая игра в футбол. Это здорово. Когда людей на поляне, пусть такой непростой, но все же поляне, интересует только честная мужская игра. Лидер епархиальной команды, отец Георгий Христич, отмечает, если батюшка приходит сразу в рясе с крестом, это создает некую дистанцию между священником, который несет свою миссию, и осужденным, нарушившим закон. На футбольном же поле все равны. И такое общение создает доверительные отношения. Пока все складывается здорово, замечательно. Они очень довольны, они рады. Они видят, что священники-то не только какие-то странные люди с бородой и в черных одеждах, а вполне живые, адекватные, умеющие и пошутить, и побегать, и дружить, и, может быть, где-то там расстраиваться. Поэтому это здорово и замечательно. Мы не приходим поиграть там для своего исключительного удовольствия. Это, прежде всего, проповедь. Потом будет общение с ребятами, с заключенными, кто хочет прийти. Этот матч, это как нельзя, лучше проповедь своеобразная, но проповедь тоже. На поле царит дружественная атмосфера. За происходящим следит епископ царско-сельский Маркел. Он благословляет болельщиков и напутствует игроков. Команда в черной спортивной форме играла очень слаженно и быстро, не давая реализовать голевых моментов соперникам, ни священнослужителям, ни сотрудникам СИЗО. После трех игр победу одержала команда «Кресты». Организаторы вручили медали и грамоты. Епископ царско-сельский Маркел, молитва слова и иконки Сафона. Лучшего игрока вратаря отметил своим подарком судья. Этот день запомнится каждому участнику интересной игрой и искренней радостью. По мнению архипастеря, сделано доброе дело. Совместная игра подарила людям, находящимся в местах заключения, то, что им так необходимо – внимание и поддержку на пути исправления. Но футбольный матч – не первая и не единственная встреча заключенных со священниками. На территории крестов не первый год действует храм благоверного князя Александра Невского. В начале октября впервые за сто лет здесь состоялось архиерейское богослужение. Многие в этот день почувствовали духовный подъем от совместной молитвы. Когда молишься вместе с теми, кто оступился и кто сейчас пребывает вне свободы, земной свободы, очень ясно понимаешь, насколько Бог бывает близок к человеку в трудных обстоятельствах его жизни. И неизвестно, как сложится жизнь каждого из нас. Ведь об этом, наверное, не думали наши священномученики и исповедники, что они тоже за веру Христову окажутся в этих застенках. Поэтому наше дело – это дарить людям молитву, любовь и не превозноситься.